Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Я, как всегда, всем благодарен и очень-очень рад вас всех приветствовать. Спасибо большое за то, что снова нашли время, заскочили ко мне в гости. Понимаю, что у всех свои там заботы, хлопоты, дела, семья, работа и всё так далее. Но я очень всё равно благодарен за то, что находите немного времени своего драгоценного, дарите его мне для того, чтобы посмотреть ролики, которые я создаю каждый день для вас. Вы самый лучший. Не мой верни, Люды. Настроение у меня сегодня очень хорошее. Особенно сейчас, значит, я перед тем, как садиться записывать ролик, готовился, короче, бегал тут по квартире, свои вопросы там делал. Ну, короче, домашние такие, хать не справа, да. Я понимаю, что я вчера хотел пойти в супермаркет и не успел, потому что, короче, загулял, заработался, да. Думаю, надо, нет, надо сегодня точно побежать. Думаю, ну, лучше я всё-таки сейчас сначала побегу, сделаю свои дела в супермаркете, да, куплю то, что мне нужно со вчерашнего дня, а потом я прибегу и буду записывать уже ролик. А то, зная себя, могу не дойти опять до магазина. Ну и, в общем, я собираюсь, поскакал, кстати, выхожу на улицу, такая солнечная погода. Морозно на улицу, но, тем не менее, знаете, так солнечно, так светло, вообще приятно. Очень радует то, что каждый день на несколько минуток, там, на минутку становится световой день всё больше и больше, солнца всё больше. Уже сегодня, кстати, весна. Я вас всех поздравляю с началом весны. Я надеюсь, что эта весна нам принесёт всем только самые лучшие новости и нашу исполнит главную мечту, которая у нас одна на всех, да. Вы знаете, о чём я говорю. Поэтому посылаем активно мысли во Вселенную, и обязательно нас услышат. Поэтому я вам всем желаю, чтобы эта весна была яскравою, жизнерадостной, чтобы принесла много улыбок, приятных событий в жизни, чтобы все расцветали. Особенно те, кто очень сильно грустит. Я сам иногда, знаете, впадаю в какую-то спячку, в депрессию, в кому, но сам же оттуда и выхожу. И вам советую. Всем желаю, чтобы эта весна приносила только самые хорошие моменты в нашей жизни, чтобы все одинокие люди. Если вам нужно, встретили своих половин, супругов, жён, мужей, неважно, своего человека, чтобы все были счастливы. Это что касательно весны. А теперь вернёмся к моему побегу в магазин. Я, в общем, залетаю в магазин. Мне конкретно нужно было там творог купить, сметану у меня закончилось. Ну, собственно, и всё. Но я же как обычно, иду за творогом, за сметаной, да, обычно покупаю всё, кроме того, зачем пришёл. Но в итоге я, короче, купил, значит, оселедить сельдь в масле, поняли? В такой коробочке. И я не увидел, что она треснутая. Ну, я, в общем, там набираю того, сего, короче. А вот эта баночка небольшая в масле селёдочка, она у меня лежала сверху. И я не видел, как это всё течёт. И когда я подошёл к кассе, начинаю доставать это всё кассу самообслуживания. Я вот так рукой тянусь, и я не понимаю, почему у меня рука такая жирная. Всё, ну, в масле. Я начинаю всё доставать. Всё, творог, сметана, всё, что я купил, всё в этом масле. Это всё растеклось. Я стою вот так, две руки в масле, сумка вся в масле, всё в масле. Я говорю, о, боже мой. Вот это я, конечно, встрял. Поворачиваюсь к девушке. Я говорю, девушка, пожалуйста, дайте какие-нибудь салфетки. Значит, у нас нема. Я говорю, я к нема. Говорю, что мне делать? Я не могу даже достать телефон из кармана куртки, потому что сейчас всё будет в масле. Говорю, найдите, пожалуйста. Ну, в итоге она мне принесла антисептик, салфетку. В общем, я вытер, и такое как всё обратно упаковал в сумку. Всё это жирное. Ужас. Вот так нёс, знаете, на расстоянии. Держу, как будто, знаете, что-то пропало. Ну, чтобы не испачкаться. Пришёл домой, это всё, конечно, пока вымыл, пока вытер. В общем, у меня была такая масляная вечеринка. Конечно, не при таких обстоятельствах я готов искупаться в масле. Лучше что-то приятное. И не в таком масле, да. Желательно для тела и где-нибудь на массаже. Ну, как вышло, так вышло. Ну, слава богу, что я всё купил, всё успел, всё замечательно. А ещё вчера, значит, мне пишет один мой приятель. Мы редко с ним очень списываемся. Он там, знаете, ну, буквально там можем увидеться раз в полгода. Ну, в принципе, нам нормально. Мы не такие прям близкие друзья, поэтому окей. Значит, он мне вчера пишет, типа, привет, как дела? А я думаю, сейчас я его разыграю. А я ему отвечаю такой. Добрый день. Говорю, а вы кто? Он такой пишет, типа, Жень, ты что? Это же я. Я говорю, вы, наверное, ошиблись. Говорю, я не знаю, кто вы такой. Здесь нет никакого Жени, так что извините. Он такой, в смысле, Женя? Алло, где я что-то начинаю, короче, это в переписке нервничать? Потом начинает звонить мне. Я скидываю раз, скидываю два, потом беру трубку. Он такой, алло, Женя? Где Женя? Позовите Женю. А я такой, добрый день. Говорю, Жени здесь нет. Он такой, в смысле? Это же ты, говорю, это не я. Он такой, как? Он на полном серьёзе, короче, перепугался. А я такой начинаю ржать. Говорю, короче, я тебя просто разыграл. Ну, просто поприкалывался. Немного настроения приподнял. Ну, такое, знаете, полгода не виделись, ни о чём. Разговоры тоже неплохо, знаете, пусть будет, как говорится. Главное, что никто никому не мешает жить, и никто никому не надоедает. Мне устраивают такие люди в жизни. Я вообще, кстати, в последнее время заметил, что я подустал от количества негатива. Даже не от того, что мне там пишут на Ютьюбе, это вообще ерунда такая. Меня это не трогает. А именно вот в жизни, да? Я же практически ни с кем не общаюсь, очень редко. А если там когда-то выпадает этот редкий момент, когда ты с кем-то встречаешься, обязательно ты приходишь на встречу с хорошим каким-то настроением, с желанием как-то подзарядиться, ну, как-то, знаете, отвлечься от всего. А тут получаешь порцию негатива. Я, в общем, за этим всем наблюдал и понял, что пока что я не готов. Даже в переписке. Вот, знаешь, там какие-то приятели, знакомые, которые там повыезжали за границу, кто уже давно там живет, тоже очень много негатива, поэтому я всем написал, что, пожалуйста, вы мне пока не пишите, не звоните, я потом сам выйду на связь, когда я буду готов снова поглощать ваш весь негатив. Потому что мне нужно подзарядиться немного, а то слишком много уже отняли моей энергии. В общем, кто-то понял, кто-то, наверное, как всегда, обиделся. Ну, не такой человек, понимаете, я прямой. Я вот то, что думаю, то и говорю. При том, что я же никого не обижаю. Я говорю, просто мне нужно время для того, чтобы побыть наедине с собой. Вот и все. Я не хочу сейчас ни с кем видеться. Я не хочу ни с кем общаться, хотя я особо ни с кем и не вижу. Я вообще себя словил на мысли, что я вот с каждым днем все больше и больше убеждаюсь в том, что я так раньше всегда переживал от того, что вот я останусь один, я там буду жить один в квартире, мне не с кем будет выйти. Да, иногда, конечно, меня это там где-то очень сильно грызло, но вот сейчас мне так хорошо, я так кайфую. Ну, вот на данный период моей жизни, я знаю, что он пройдет, вот пока мне хорошо наедине с собой. Дальше будет видно. Но, конечно же, я не отказываюсь ни в коем случае от хороших, приятных людей, с которыми можно всегда приятно, отлично провести время, подзарядиться, обменяться энергией. Я всегда за такое, потому что вот этот груз бесконечный, негатив, который везде присутствует, ну, устаешь от него, правда. Просто не могу. У меня уже как это все ресурсы исчерпались, поэтому нужно где-то это брать, а так как я не могу ездить на свои любимые моря, да, там, где я подзаряжаюсь, отлично. Поэтому я решил взять такую паузу в общении с людьми. Не знаю, как у вас это в жизни происходит. Делайте вы такое, практикуйте, нет, делитесь своими, кстати, комментариями, как вы с этим справляетесь, что вы для этого делаете, какие-то, может, упражнения. Ну, в общем, давайте посоветуем друг другу, может, что-то кому-то пригодится. Вот я для себя так взял. Просто помолчать, да, помолчать, никому не отвечать, ни с кем не общаться, и мне будет окей. Я думаю, что будет все хорошо. А еще, значит, я встретился вчера тоже с одним знакомым, давно не виделись. Ну, я собирался выйти на улицу, да, пройтись, потому что давно уже так не выходил никуда. Тут он написал, типа, я недалеко, типа, выходил. Окей, ладно. Ну, короче, я вышел. Я особо ни на что не рассчитывал, да, что у меня сейчас там прилетит порция такая большая оптимизма, позитива и так далее за этого человека. Ну, не суть. Короче, он мне там рассказал одну историю. Не, он сначала мне говорит, давай пройдемся там туда-то, туда-то. Я говорю, а зачем? Ну, типа, там есть одно кафе, хочу посмотреть кое-кого. Я говорю, в смысле, что значит? Хочу пойти в кафе, посмотреть на кое-кого. Говорю, а ну-ка, поподробнее. Что началось вообще, не понял. Говорю, попахивает какой-то клиникой. Он с кем-то там познакомился. Какой-то дамочкой, в общем, они познакомились. Что-то у них там начиналось, все хорошо. Там несколько свиданий были, какие-то поцелуи и так далее. И вроде как планировалось какое-то продолжение. А потом в какой-то момент дамочка куда-то исчезла. И вот он не может понять, что случилось. А судя по тому, как он сильно переживает, значит, видимо, его сильно задело. То ли она, то ли то, что она от него, так сказать, ну, отморозилась. А как еще по-другому сказать? А он знает, где она работает, потому что она ему сама рассказала. И вот он говорит, что я иногда прохожу, типа, смотрю на нее. Говорю, слушай, ну это странно. Говорю, ты меня пугаешь. Говорю, где выход? Говорит, где дверь, мне пора выезжать куда-то в сторону дома и сообщить срочно, что ты опасный чувак. Говорит, да нет, нет, просто непонятно, типа, вот почему так. В общем, его тревожит, что, ну, он говорит, если бы она мне сказала, что, типа, я не хочу дальше, да, то было бы все хорошо. А вот эта вот недосказанность, при том, что до этого все было хорошо, и как бы была взаимная симпатия, ответ и все. И вот это его беспокоит. Я говорю, а хорошо, вот ты ходишь вокруг, да, около этого кафе, да, вот я так понимаю, не первый день. А ты не можешь просто зайти и спросить напрямую? Типа, я не могу. Говорю, ну ты странный какой-то. Я говорю, ну пошли. Говорю, сейчас я зайду, спрошу. Говорю, я могу, я все могу. Я вообще в этом плане беспродонный. А что мне? Подойду, спрошу. И вообще, мы пошли. Я говорю, ну что, где она? Он говорит, нет, ее нет на работе. Говорю, не ври. Говорю, наверное, специально не хочешь сказать мне, чтобы я не подошел? Он говорит, нет, нет, ее нет на работе. Я думаю, ладно, ладно. Но я ему почему-то не верю. Мне кажется, что она была там, просто там было несколько человек, я же не буду подходить. Тем более он даже не сказал ее имени, я такой, слышь, сейчас зайду такой девочке, значит, кто с этим чуваком знакомился, мне нужно выйти на эту девушку, да. Такие странные люди иногда. Я, кстати, вот это вот часто слышу от многих, что прекращается какое-то общение, когда вот что-то начинает у кого-то завязываться, да, а потом в какой-то момент резко это прекращается, и кто-то постоянно ходит и страдает вот с этим вот камнем, да, на душе не понимает, почему так произошло. И вот их это беспокоит. Я вообще как-то не парюсь по этому поводу, да, я особо ни с кем не знакомлюсь, да. Но суть не в этом. Я не понимаю, почему нельзя просто прямо спросить, написать, позвонить, если ты тем более знаешь, где работает, то приди уже на работу, задай этот вопрос, закрой этот гештальт, не мучай себя, нет. Вот это вот, понимаете, 30 лет он ходит, понимаете, пасет ее и поглядывает, и все надеется, что сейчас она его позовет или что. Ну так бывает. Кстати, девушки, дамы и господа, у вас такое было? Ну-ка признавайтесь. Вот у вас были такие истории, когда вы с кем-то знакомились, и все было хорошо, а потом в какой-то момент вы подумали, я не знаю, что вы подумали, может быть, отторжение пошло, может, просто передумали или, ну не знаю, разные причины, и вот вы резко куда-то исчезаете без каких-либо объяснений, никаких причин не называя, просто исчезаете и пропадаете. У вас бывало такое в жизни? Вы когда-нибудь так поступали с людьми? Возможно, с вами так поступали. Делитесь, давайте. Это очень такая интересная жизненная история. Особенно сегодня, казалось бы, да, в 21 веке все такие активные, все такие смелые в переписках, но тем не менее, почему-то вот все-таки даже в переписке люди почему-то не могут сказать «Извини, пардон, сорян, пока, ты мне не подходишь». И не нужно уточнять, почему, просто я так решила, я так решил, да, и все. Почему-то многие не могут так сделать. И вот это для меня непоняточка, с которой я не то чтобы прямо живу, но мне кажется, что если было бы все честно, было бы намного проще. Было бы намного меньше, ну, как это, раненых душ, да, которые вот как он, судя по всему, его так это сильно задело. Меня бы это не задело, честно. Я просто, знаете, как всегда мыслю. Если я пишу, а мне не отвечают, ну, значит, не хотят. А если не хотят, то зачем мне писать, правильно? Зачем мне такие люди? Ну, то есть я всегда стараюсь каждую ситуацию в какую-то логическую цепочку сложить сам в своей голове, сам себе как бы нашел ответ. И этот ответ меня устраивает, он для меня понятный, и все. Я уже там не вдаюсь в подробности, почему там не отвечают. Люди бывают разные, в основном все очень трусы, да, это не важно, мужской, женский пол. Не каждый готов сказать прямо там, да, потому что многие там думают, как бы это так сказать великатненько, как бы так сделать, чтобы никого не обидеть. И поэтому проще всего, вот так, знаете, как ветром сдуло, и все, я так там, думай, как хочешь. Но это я такой человек, понимаете, я забуду на следующий день, и дальше, как говорится, уйду с головой в свой YouTube, буду творить. А кто-то, видите, вот так сидит и переживает. Поэтому, дамы-господа, вот все-таки было бы хорошо, если бы люди прямо говорили. Я за горькую правду все-таки, чем сладкую ложь. Опять же, любую информацию можно абсолютно спокойно преподнести. Нет ничего страшного в том, что просто, ну, знаете, бывает по-разному. Можешь прийти на встречу, и сначала тебе кто-то может выбесить, не понравится, и ты будешь думать, так, как бы красиво идти, а потом через какое-то время ты наоборот уже по-другому смотришь. Тебе кажется, да нет, оказывается, я погорячился или погорячилась, все на самом деле не очень-то и плохо, все даже очень хорошо. А бывает и обратный эффект. Ну, по-разному бывает. Очень много разных вариантов, поэтому я не буду тут все перебирать. Короче, давайте пообменяемся своим опытом. Признавайтесь, делали так или нет, или вы все-таки всегда за честность. И прямо говорите человеку, что извини, прости, нам не по пути дальше, поэтому давай отчаливай, не пиши мне, счастье, удача и все такое прочее. Давайте пообсудим эту тему. Очень жизненная, очень интересная. Это же все про любовь, про чувства. Опять я тут на трендел, понимаешь, на полэфира. А я напоминаю, что здесь есть тайм-коды, поэтому вам в помощь, если вы не хотите слушать мою болтовню. Но я не рекомендую, потому что можете пропустить столько всего интересного, потому что все самое интересное это как раз про нашу с вами жизнь, ребята. Это наша с вами жизнь. Это должно быть всегда на первом месте. И здесь, я думаю, всегда каждому есть что и услышать, и послушать, и высказаться, поэтому... Ну, это мое мнение. Добро пожаловать, во-первых, всем тем, кто к нам только присоединился. Я надеюсь, что вам здесь будет комфортно, уютно и тепло. У нас тут по-домашнему, как говорится, да? Все свои, все хорошие. Ну, бывают разные люди, конечно. Но, тем не менее, в целом обстановка достаточно здоровая, умиротворенная, адекватная, в общем, приятная для того, чтобы здесь находиться. Всем желаю всего самого хорошего, именинникова, именинницкая. Как всегда, поздравляю с днем рождения от всей души. А теперь прямо сейчас можете начинать ставить палец вверх, лайк, сердечко. Это все одно и то же. Ну и, конечно, проверить, что вы подписаны на этот канал, поскольку YouTube поразит, может вас сам отписать. Друзья, проверяем подписочку. Все, кто не отписан... Опять я сказал это слово подписочку, господи. Оно странное. Проверяем свою подписку. Обязательно. Подписываемся, если вы вдруг этого еще не сделали. А все, кто уже подписан, комментирует, лайкает вы. My love, my love. Я вас обожаю, честно. Всем желаю приятного просмотра. Врываемся в новости. Погнали. Дарья Мельникова вышла в свет впервые после скандала с ее бывшим супругом Артуром Смольяниновым. Вы все помните, да? Это я уже много раз говорил, не буду сильно вдаваться в подробности. Артур Смольянинов иноагент. Как вы знаете, он выступает публично против того, что происходит в его стране. Против войны, против руководства страны и так далее. За что, собственно, доставалось очень много негатива, хейта. Это Дарья Мельникова, его бывшие супруги. Напомню, у них общие дети есть. И вот она, в общем, на долгое время пропала. Но, тем не менее, вот недавно вышла в свет. Это хорошая новость. Я ей пожелаю только мужества. Я ей пожелаю терпения, сил, чтобы со всем справиться. Потому что сейчас люди беспощадны. Они готовы размазать всех, даже не разбираясь ни в чем. Поэтому, Даша, молодец. Сил терпения тебе. Помни, что жизнь продолжается. Ива Бобул попал в скандал из-за своих высказываний. Недавно он пришел на интервью к журналистке и блогерши Эмми Антонюк. Девушка задавала разные вопросы. Вот в какой-то момент она поинтересовалась, чему Ива Бобул учит своего сына во взаимодействии с женщинами. Он, отвечая на вопросы, начал говорить, что современные женщины стали слишком избалованными и меркантильными. Ну и тут все началось. По его мнению, девушек интересуют только деньги, поэтому многие из них одиноки и несчастливы. Цитирую. Если женщина мозг тебе выносит, как к ней можно относиться? Женщины бывают разные. А тем более сейчас женщины очень избалованы. Очень много хотят от мужчин. Я смотрю на все это, и мне просто жалко становится мужиков. Сегодня у нее один, через пару лет другой так скачет по кроватям. С одного к другому. Ищут принца. Меркантильными стали женщины. Очень меркантильными. Многие женщины одинокие не знают почему. У них есть все, но нет счастья. Потому что нужно посмотреть на себя. Посмотреть, что ты наделала. Что ты осталась одна. Кого ты так обидела? В общем, по мнению Ива Бобула, хорошие девушки все-таки должны сидеть дома. Еще одна его цитата. Молодежи это надо знать. Парни, чтобы знали. Разные девушки есть. Есть хорошие. Они сидят дома, никуда не выходят. Женщины изменились. Стали меркантильными. Думают только о себе. О бабках. О том, как жить классно. О машинах и домах. А где может мужчина взять это все? Не все могут быть банкирами, папиками. Ну, в общем, и так далее. С деньгами, вы поняли, да? Эмма ему сказала, что девушки вправе. Все-таки делает то, что они хотят. И за это их не должны классифицировать на хороших и плохих. Ива Бобула ответил, что так поступают избалованные. После этого он ее упрекнул, что в 32 года она не замужем и у нее нет детей. Сейчас я уже прям чувствую, как Катя начинает стручить сообщения по этому поводу и многие другие. И вот что он говорит. Почему ты одна? Ты молодая. У тебя нет ребенка. У тебя нет мужчины. Почему? А должно быть уже все. После этого Ива Бобул подискутировал и отказался продолжать давать интервью. Он бросил книгу, которую ему подарила журналистка. Снял микрофон и, конечно, на эмоциях покинул студию. Однако на этом дискуссия у них не закончилась. Ива Бобул через несколько минут позвонил ей и снова начал рассказывать, что женщины меркантильны и бросил снова трубку. И что я хочу подытожить из всего этого, что я сейчас рассказал. Я понимаю, о чем говорит Ива Бобул. Конечно, вот то, о чем я всегда говорю. Очень важно, особенно вот такую горячую тему, которая может заранее, ты понимаешь, что она обидит сейчас очень многих, да? Потому что имеет большое значение, с какой интонацией ты подаешь информацию. Ива Бобул, мне его мысль понятна, но она была настолько рисковата, знаете, прям напором. Он так жестко, прям, знаете, прям чувствуется какой-то патриархат. И я думаю, что это... Я не думаю, я знаю, что это неправильно. Я всегда говорил, что и женщина, и мужчина, все люди вправе выбирать, как им жить. Никто не должен навешивать никаких ярлыков ни на кого. Что кто-то там должен рожать в какой-то период, кто-то должен выходить замуж, жениться. Мы все разные, понимаете? Я понимаю, что есть женщины, которые с удовольствием будут посвящать себя семье, быту, детям, да? И, в принципе, для них это удовольствие, и нет ничего в этом плохого. Есть другие, которые не хотят этого всего. Они видят себя, там, не знаю, принадлежать только себе, путешествовать, отдыхать и наслаждаться, да? И искать, как он говорит, папиков. Есть третий, которые хотят строить карьеру, а семья у них на потом, а может быть и не будет. Но самое главное, что каждый для себя находит счастье в каждом моменте, да? Каждому, как говорится, свое. И я не думаю, что здесь прям нужно диктовать кому-то, как кто и должен вести. Я понимаю, о чем он говорит, про меркантильных женщин. Я не хочу ни в коем случае, чтобы кто-то сейчас то, что я скажу, применял на себя. Но действительно это имеет место быть. Я лично сталкивался с такими моментами неоднократно и видел, что когда вот ты с кем-то знакомишься, тебе просто сразу вот список выдают, а ты такой стоишь и не понимаешь в смысле. Подожди, мы только встретились. Я уже вот это все должен, ну типа это немного напрягать. Я не говорю, что все такие, ни в коем случае. Женщины бывают абсолютно разные. Я вижу, насколько у меня здесь хороший, интеллигентный, образованный, самостоятельный, самодостаточный. Разные все, абсолютно разные. Поэтому Ива Бобл, я понимаю, также я понимаю девушку, которая брала интервью. Каждый по-своему прав, каждый отстаивал себя. Но здесь вот самое главное, это интонация, как вы подаете. Потому что вот, чтобы не было вот, что бросил, убежал, зачем? Надо было просто спокойно донести. Вот что вот сейчас вот замечаю, прослеживается такой момент. Да, на это есть тоже ответы, что сегодня вот все сидят в этих тиктоках, инстаграмах, смотрят на всех этих инстадив, там, да, я не буду их сейчас всех перечислять. И они рассказывают, что работать не надо, это для тураков и так далее. А я повторюсь, каждый в этой жизни пусть выбирает свой путь. И не нужно никому навязывать свои какие-то правила, принципы и надевать, как я всегда люблю говорить, не нужно натягивать свои трусы на всех. Попалась тебе меркантильная? Ну, так бывает. Найди другую, наверняка я знаю, что есть и те, которые не меркантильные, которые обязательно полюбят. Вот и все. Самое главное, я же говорю, найти своих. Но проблем в этом мире, конечно, много. Хотя я хочу сказать также, что и мужчины сейчас тоже, дай бог, не уступают многим девушкам. Они также не против быть меркантильными, содержаться за счет успешных женщин. А мы их знаем, что сегодня очень много таких. Поэтому, как говорится, не нужно только на девушек сейчас гнать. Сейчас и мужчины тоже преуспевают в этом, дай бог. Вспоминаем онлифан, вспоминаем эскорт, да, самую древнюю профессию. Все это имеет место быть. К сожалению, да, сегодня все стало настолько коммерческое и циничное. Есть. Но давайте не будем огорчаться и верить только в лучшее. Я считаю, что здесь нет правых и виноватых. Каждый высказал свое мнение. Я высказал свое, а я хочу послушать ваше. Очень много мы об этом говорим, но это реально очень такая болезненная жизненная тема. Поэтому, дамы и господа, что вы думаете по этому поводу? Высказывайте свое мнение. А это новость о звездах, которые лечились в психиатрической клинике. Итак, список топ-7 актеров-актрис, которые побывали в психиатрической клинике. Сегодня я вам о них расскажу. Первая у нас Анжелина Джоли. В 2018 году Анжелина Джоли обратилась за помощью психиатров и была госпитализирована в клинику, которая занимается лечением анорексии и булимии. У нее были серьезные проблемы с пищевым поведением. При росте 169 сантиметров она весила всего 44 килограмма, но продолжала изводить себя навязчивыми мыслями об избыточном весе. Джоли провела в клинике две недели, пока ее состояние приводили в норму. Пришлось приостановить съемки второй части Малефисенты. Она лежала в той же клинике, а также и лечилась от болезненного истощения, еще когда была замужем за Брэдом Питта. Поэтому, милые дамы, милые господа, не сходите с ума, не сходите, не доводите себя до сумасшедшей худобы. Вы прекрасны. Вы самое главное знаете об этом. Следующий у нас Джим Керри. Наверное, многие привыкли видеть Джима Керри на экранах в образе такого обаятельного мужика, который всегда навеселе, с хорошим чувством юмора. Но оказалось, что за маской шутника скрывается очень ранимый человек, который зависимый от антидепрессантов. Приступы депрессии были такими сильными, что даже таблетки не всегда ему, к сожалению, помогали. А когда в 2015 году бывшая девушка Джима Катриона Уайт лишилась себя жизни, через неделю после их расставания это его добило окончательно. Врачи поставили ему неутешительный диагноз – шизофрения. С ней Керри пришлось бороться на больничной койке. Лечение в спокойной обстановке психиатрической клиники дало очень положительный результат. Джим Керри вернулся к нормальной жизни, и мы очень-очень за него рады. Следующая у нас Аманда Байнс. У нее было множество проблем с законом из-за пристрастия к алкоголю и запрещенки. Кроме того, она страдала клептоманией, но позже обнаружились проблемы посерьезнее. Ее замечали на улице в нижнем белье. При этом она могла разговаривать с невидимым собеседником. А после того, как случайные прохожие спасли собаку, которую та облила бензином и хотела, сами поняли, да, что сделать, она оказалась в клинике для душевнобольных. Ей поставили диагноз эпиполярное расстройство и шизофрения. Об актерской карьере Байнс пришлось забыть. Следующий у нас Джерард Батлер. Оказывается, фильм «Боевик 300 спартанцев», в котором он снимался, довел его до психиатрической клиники. Все дело в боли утоляющих, которым он пристрастился, после многочисленных травм, которые он получал на съемках этого фильма. К счастью, Батлер сам осознал свою проблему и понял, что без специалистов слезть с этих препаратов он не сможет. Слава Богу, он обратился к профессионалам и все, слава Богу, закончилось хорошо. Следующая у нас Кэтрин Зетта Джонс. Еще в 2011 году она легла в психиатрическую клинику в Коннектикуте с диагнозом маниакально-депрессивный психоз. Он развился у нее после того, как ее супруг Майкл Дуглас заболел серьезным заболеванием, вы знаете, да, что у него рак гортани, что стало большим ударом для Кэтрин. Это не единственный раз, когда она попадала в клинику. Она страдает биполярным расстройством, из-за которого остро переживает приступы депрессии, поэтому не стесняется обращаться за помощью к специалистам. Я считаю, что это абсолютно правильно, ничего тут стыдиться не нужно. Все абсолютно хорошо, и это верно, обращаться за помощью, когда тебе нужна эта помощь. К сожалению, в Украине, я не буду говорить про другие страны, но я могу сказать точно, что вот в Украине, если ты говоришь, что там к психотерапевту, а не дай бог еще к психиатру, то сразу на тебе такой крест и клеймо ставят, и люди просто боятся, во-первых, об этом не то, чтобы говорить, а даже идти, потому что будут неправильно поняты. А я считаю, что это глупости, и все это нужно искоренять. Есть проблемы, ее нужно решать. Ну и последнее у нас Дрю Берримор. У Дрю Берримор психические проблемы начались еще, оказывается, в детстве. Из-за экстремально раннего пристрастия к алкоголю и запрещенке, Дрю Берримор страдала от зависимости на минуточку с 13 лет. Ее неокрепшая психика дала, само собой, сбой. Она даже когда-то пыталась, друзья, себя отправить на небеса, чтобы понимали, из-за чего и угодило в психиатрическое отделение. В 1990 году Дрю Берримор написала о том непростом периоде в своей жизни книгу, называется «Потерянная маленькая девочка». Позже Берримор вновь обращалась к психиатрам, но на этот раз по своей воле она не смогла самостоятельно избавиться от клаустрофобии, прошла специальное лечение. Слава богу, с ней сейчас все в порядке. Она, как вы знаете, успешная актриса. Несмотря на то, что у нее Оскара нет, но это не самое главное. Работает ведущей. Самое главное, что с ней все в порядке. Мадонна впервые прокомментировала кончину старшего брата, о которой я вам говорил вчера, который последние годы своей жизни бомжевал и страдал от зависимости от разных нехороших вещей. И вот что она написала. Энтони, спасибо, что взрывал мне мозг, когда я была маленькой девочкой, и познакомил меня с Чарли Паркером, Майлз Дэвис, Буддизмом, Диасизмом. Я понятия не имею, кто все эти люди, но вот такое обращение к уже покойному брату написала Мадонна. Напомню, что у них отношения вообще никак не складывались. Он, как вы понимаете, был бомжом, а она, как вы знаете, Мадонна, да? Но, тем не менее, несмотря на то, что они не общались, она все равно о нем вспомнила. И снова мы возвращаемся к Николе Пэльц и Бруклину Бэкхэм. Вы помните, да, что у них была свадьба год назад, сейчас там идут суды, сборки с этой компанией, которая все это организовала. И что вы думаете? Вот появляется новое, что, оказывается, Никола Пэльц может, не знаю, она хочет, наверное, переплюнуть Меган Маркл или как это понять. Она снова приняла совершенно неожиданное решение повторить свадьбу с Бруклином Бэкхэмом. Снова, представляете? И это на фоне того, что ее папа, как вы знаете, миллиардер, до сих пор судится с организаторами предыдущего мероприятия. Я не знаю, для чего она это решила сделать. Организовать еще одну свадьбу. Ну, вот такая новость, я с вами ей делюсь. Константин Меладзе и Вера Брежнева выставили на продажу элитный особняк Московской области за 300 миллионов рублей. Раньше они планировали сдавать его в аренду, однако быстро почему-то передумали или, может быть, никто не нашелся, кто бы снял. В общем, этот элитный трехэтажный особняк расположен в поселке Миллениум Парк. Он сейчас появился на одном из сайтов по продаже недвижимости. Его площадь общая 700 квадратных метров. На фотографиях вы видите все, конечно, роскошно, красиво, дорого, богато. Все, как любят наши люди, не только наши. Ну, ничего так, да, 700 квадратных метров, 300 миллионов. Видите, они так по-тихому, по-тихому. Теперь я понимаю, почему Константин Меладзе ничего не говорит. Он молчит себе, чтобы тихонечко всю недвижимость продать. Как вы знаете, они уже долгое время живут в Италии. И вряд ли они будут возвращаться в Москву. Тем более, насколько я знаю, Вере Брежневой стоит запрет на въезд в Россию на 50 лет. Ну, а Константин Меладзе тем временем продает всю недвижимость. В общем, не пропадут, ребята. Группа U2 выступила вместе с группой Антитела на концерте в Лондоне. В столице Великобритании прошел концерт украинской группы Антитела. На сцену к ним присоединились участники культовой ирландской группы U2, Бона и Эдж. Вместе они исполнили песню. Это уже не первая их встреча. До этого они вместе выступали в киевском метрополитене. Если вдруг кто-то не знал, группа U2 приезжала в Киев и также выступала. И тем самым выражают активно дальше поддержку нашей стране. Хейли Бибер и Кайли Дженнер теряют миллионы подписчиков. А все это из-за селены Гомос, ее бровей и Тейлор Свифт. Дикая, но драматическая история развернулась в соцсетях не так давно, я вам о ней говорил. Между двумя врагинями, бывшие и нынешние возлюбленными Джастина Бибера. Под каток попала и Кайли Дженнер, которая лишилась аж трех миллионов подписчиков. Цифры слишком высоки, чтобы так сказать, ими разбрасываться. Аккаунт в ТикТоке, который ведет анонимный фанат пары, так называли Джастина и Селену, когда у них был роман, опубликовал видео, на котором Хейли Бибер изображает тошноту при упоминании Тейлор Свифт. Тейлор Свифт это лучшая подруга селены Гомос, и вторая решила вступиться за сестру, так сказать, да. А на деле просто хотела инициировать скандал. Селена оставила комментарий и началось. Разборки перетекли, собственно, в инстаграм, фанаты, там все понеслось, понеслось. И вся эта история закончилась тем, что сейчас, получается, Кайли Дженнер и Хейли Бибер теряют подписчиков. Но я так, знаете, думаю, сегодня потеряли 3 миллиона, завтра обрели. Кто такое? В любом случае народу весело, особенно их поклонникам. Они внимательно за этим всем наблюдают. Такое противостояние Селена Гомос с Тейлор Свифт против Хейли Бибер и Кайли Дженнер. Хотя, как по мне, кто такая Хейли Бибер и Кайли Дженнер против Селены Гомос и Тейлор Свифт? Я ни в коем случае как людей их никак не убираю. Но я сейчас говорю как личность, как артист, да. Потому что, насколько я знаю, Хейли Бибер, она кто? Она просто модель? Просто модель? Боже, меня сейчас расчленят за это. Ну, в общем, она не певица, не артистка. Про Кайли Дженнер я вообще молчу. Для меня это необъяснимый феномен. Не понимаю я этого всего. В общем, девчонки ругаются. Все стабильно в этом мире. Ну, а я напоминаю, что тем временем, благодаря этому скандалу, Селена Гомос снова стала номер один в Инстаграме среди девушек. Ой, Клава Кока, наверное, где-то уже во Вселенной летает. Ее корона, наверное, уже где-то там. И она настолько оторвалась от земли, что ей иногда что-то кажется. У нас рубрика «Любимая». Эта бабушка шутит. Значит, Клава Кока обвинила Сэма Смита в плагиате, понимаете? Вот так вот Сэм Смит такой заходит на Инстаграм Клавы Коки, ее YouTube-канал, смотрит ее клипы и вдохновляется. Смешно это, конечно, все. Ну, давайте поржем немного. Оказывается, Кортни Кокс пришлось тоже оправдываться, что она не угощала принца Гарри разными там грибами и так далее, как тот написал в своих мемуарах, если вы вдруг не знали. В скандальных мемуарах принц Гарри рассказал, что некий друг позвал его переночевать в дом. Кортни Кокс по кота уехала. Как фанат сериала «Друзей», Гарри был влюблен в Монику, так что второй раз повторять приглашение не пришлось. Когда парни были уже в гостях, внезапно вернулась сама Кортни Кокс со своими подружками-друзьями. Никакой неловкости не было, все познакомились, разлили по бокалам винишко, там, пивасик, кто что пил. Ну и, в общем, в разгар спонтанной вечеринки вдруг принц Гарри с другом якобы нашли в холодильнике шоколад с грибами. Ну вы поняли, да? Съели его, запив текилой. Ну и там далее понеслось, да? И вот что Гарри пишет, что свои трипы с разговаривающей мусорной корзиной там были. Ну, в общем, поняли, да, у него галлюцинации. Ну вот так вот. Поэтому Кортни Кокс решила выйти на связь и дать понять, что никого она ничем не кормила, никакими грибами. И принц Гарри что-то выдумывает, тоже что-то наговаривает на нее. А Шакира? Вот это вот, знаете, молодец, да? Девушка отличная. Значит, о чем я речь? Вы знаете, что она разошлась со своим неофициальным, но тем не менее гражданским супругом, футболистом Жераром Пике. И там сейчас постоянно какие-то скандалы происходят. Вот она молодец. Благодаря этому разводу на этих скандалах она заработала больше 22 миллионов долларов. На этом расставании, представляете, контент, который выпускался после скандала с изменой, в котором она прямо или косвенно упоминала Жерара Пике, собирает просто миллионы просмотров и прослушиваний. Вот так вот, друзья. Что называется, правильно воспользовалась ситуацией. Больше 22 миллионов уже заработала. Так, появилась интересная информация. Не знаю, насколько она правдивая, да? Значит, пишут, что оказывается Аллу Пугачеву там обокрали в Израиле. Если кто-то меня смотрит из Израиля, точнее меня точно смотрят, что-нибудь вы из этого знаете? Была у вас такая информация или это очередной вброс? Значит, пишут, что новость про Аллу Пугачеву вы не знаете. Воры, оказывается, влезли в ее дом в Израиле, перевернули абсолютно все, забрали ценные вещи, украли там деньги. 500 тысяч долларов. Она подала заявление в полицию, сказали, что будут искать, но непонятно как. Значит, злоумышленники якобы взломали все камеры в доме, так что вряд ли кто-то их найдет. А дом все-таки ее в Кесарии. Там еще фильм снимали «Любовь морковь». Но это не важно, да? Суть не в этом. Ребят, я нигде этой новости не нашел, потому что сейчас много вбросов. Я думаю, что местные жители из Израиля точно мне смогут помочь и написать, да, правда это или очередной вброс. А тем временем Дана Борисова решила проехаться по Николашниковой. Вдруг неожиданно ей надоело уже Маша Малиновская, да, Анастейша Шпагатесса Волочковой. Она решила новую найти девушку. В общем, сказала, что Анна Калашникова, это народная артистка Арабских Эмиратов, она ее назвала стриптизерской занавеской. Я не знаю, как это понять. Стриптизерская занавеска. Вот как хотите, так и понимаете. Но я так понимаю, что у нас назревает новый скандал Анны Калашникова, Даны Борисова. И снова Джоан Роулинг, и снова очередной скандал. Столько информации в последнее время, да, значит, о чем речь? На этот раз у нее произошла ситуация с тем самым бывшим мужем-тираном, о котором я рассказывал. Значит, только шумиха по поводу его сказывания о трансгендерах поутихла, так бывший муженек решил выйти на связь и заявил, что на самом деле это он автор вселенной про Гарри Поттера, а не Джоан Роулинг. Вот так вот. Чего только не скажешь, как говорится, про бывшую. Ну, понятное дело, что это неправда. Напомню, что Джоан Роулинг недавно в подкасте откровенно рассказала такую, знаете, историю из личной жизни, что она после смерти мамы уехала в Португалию, когда вышла замуж, муж был тираном, он над ней издевался, в общем, применял физическую силу и так далее. В итоге украл даже первую часть Гарри Поттера. Ну, в общем, она все это дело украла обратно, забрала ребенка, развелась и убежала. Теперь он, видите, послушал, видимо, подкаст и решил тоже подзаработать денег. Сказал, что это вообще он все написал. Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты по версии Bloomberg. На данный момент состояние Илона Маска, обогнавшего президента группы компании Louis Vuitton, Бернара Арно, оценивается в 187,1 миллиард долларов. Как сообщает Bloomberg, активы Маска увеличились благодаря росту акций Tesla почти на 70%. И теперь он снова на первом месте. Леонель Месси в третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии FIFA. До этого момента звездный нападающий Леонель Месси был удостойен этой награды в 2009 году и 2019 году. На награду также претендовали два французских форварда, ну и, конечно же, и представитель футбольного клуба Реала Карим Бензема. Но, тем не менее, а почему-то нету здесь Криштиану Роналду, я так удивлен. Да, ну, Леонель Месси в третий раз лучший игрок. Так, значит, насчет отмены выступления на Кипре Ивана Урганта и Владимира Познера, да, их мероприятия, концерты, я не знаю, подкасты. Ну, вы поняли, да? Значит, мне написали, что, оказывается, насчет вот Познера и Урганта. Познеру предложили очень хорошее какое-то заманчивое предложение, дали много денег, и он отменил концерт ради премьеры фильме «Авангард» первый, вот так вот. Я не знаю, что это за фильм «Авангард». Он остался, значит, на премьере своего фильма, он им снял фильм. И также Познер боится, что Иван Ургант может сказать что-то не то на концерте, пошутить или так далее, поскольку вы знаете, что Ивана Урганта уже отменили, да, и я так понимаю, что ему не дадут так же работать, а Познер, он такой флюгер, да, он молодец. И туда, и сюда, везде умудряются, ну, да, таких людей очень много. Поэтому Познер остался в Омске, отменили они по этой причине концерт, у него все в порядке, репутация, как говорится, его в России прекрасная, он не враг, не инагент, себе тихонечко ездит, ведет светскую жизнь, получает денежки, и все у него прекрасно. А тем временем Иван Ургант, как вы знаете, у него не очень все. Эдуард Баяков назвал Земфиру голосом поколения и сказал, что ее никто не заменил, и вряд ли уже кто-то появится лучше ее. И, конечно, не все одобрили его такое высказывание, но, тем не менее, это было неожиданно. Кстати, а вы с этим согласны или нет? Ну, вот, собственно, прямая речь Эдуарда Баякова. Слушайте и пишите свои комментарии. Земфира, которую совсем недавно объявили иноагентом, ну, это великий музыкант. Это большое явление. Вполне возможно, последнее в истории русской рок-музыки, если так можно говорить. Белла Хадид пожаловалась в ТикТоке на тревогу, которая охватывает ее по утрам. В комментариях не особо я поддерживаю, советую ей просто уйти из соцсетей и перестать ныть. Многим сейчас куда намного хуже. И вы знаете, я абсолютно согласен, потому что всем, как говорится, нелегко. Я уже молчу про нас тут в Украине, что нам вообще писать. А мы тут вообще, знаете, на своей волне у нас уже, мы как в дурдоме каком-то. Местами уже не понимаешь, где ты, что происходит вообще. Даня Милохин, значит, пожаловался, что оказывается у него заканчиваются деньги. Бабосики уходят. На вопрос, на что он потратил все свои миллионы, Даня ответил, вложил в себя. Ну, в общем, у него там осталось то ли 40, то ли 70 тысяч. И на этом все. А где есть все деньги, непонятно. Ну, знаете, так я вам скажу. Не пропадет Даня Милохин, не Греф, так какой-нибудь арабский шейх, кто-нибудь снова будет спонсировать. Да и потом, зная их всех, понимаешь, что все это ерунда для того, чтобы просто слезу пустить. А по факту, то они на Майбахах ездят, то у них денег нет. Ну, это дурдом какой-то, я не верю в это все. В любом случае, найдете себе нового Грефа, все будет окей. Рэпер Дрейк на днях поставил очередную ставку. Вы знаете, я уже говорил неоднократно, что он любит ставить ставки, неважно какие и где. Сам факт, что он это обожает и всегда выигрывает, и причем хорошие деньги поднимает. 400 тысяч долларов на боксерские бои, но в этот раз он проиграл. А в декабре он также спустил 1 миллион на чемпионате по футболу. Но там он выиграл, а здесь он проиграл. Ну, ничего страшного. Для него 400 тысяч долларов, наверное, как для меня, 4 цента. Иван Ахлобыстин на уроке, значит, со школьниками там рассказал интересную историю. Да, это тоже вот в самом начале мы сегодня говорили об этом. Иван Ахлобыстин хотел сказать, что женщины должны сидеть дома, рожать, готовить и не суваться больше никуда. Они ни на что в этой жизни больше не способны и не должны ни в политику, там, знаете, ни в бизнес, никуда. Все это не женское, все это мужское. А женщины должны быть грибницами, сидеть дома, рожать и все. И убирать, и мужа встречать, ублажать. Я уже сказал по этому поводу, категорически не согласен с этим, но его супругу, видимо, все устраивает. Я жду ваших комментариев, дамы. Особенно дамы, я думаю, для вас это интересная, актуальная тема. Женщины все время обновляются. Это необходимо, чтобы они были готовы к рождению, к детрождению. Им природа дала больше, чем мужику. Мужик на короткие дистанции, быстрый удар, схватил мамонт, бежать, есть. А у женщины нет. Она вот как грибница вокруг себя распространяет жизнь. Значит, новые правила и новые требования Твиттера. Все должны удалять флаг Украины из своего профиля, потому что только подписчики Твиттер Блю могут явно поддерживать Украину. А все остальные, кто не имеет, убрать. Ну, в общем, вы уже наверняка неоднократно слышали, что Илон Маск странно как-то все к этому высказывается. Да, он то Старлинки, да, там свои не дает Украине, то теперь вот в Твиттере флаг Украины уже нельзя ставить. Ну, Илон Маск, да, такой странноватый, чудный парень. Не хочу даже в этом разбираться. На этом новости основные на сегодня все. Ну, у нас с вами есть еще прекрасная рубрика хороших, добрых новостей, как всегда. И она будет. И перед тем, как мы к ней перейдем, не забудьте убедиться, что вы подписаны на этот канал, что вы поставили лайк сердечко, что вы смотрите ролик от начала до конца, да, не забывайте, пожалуйста. И рекламы, да, кстати, друзья, бывает так, что вы вот запускаете первый раз ролик, и не может быть ни одной рекламы. А потом, если через время вы снова его там даже через минуту запустите, там уже пойдут рекламы. Поэтому, если вдруг у вас так происходит, пожалуйста, не поленитесь. Просто поставьте телефон на зарядку, включите еще раз, прокрутите быстро ролик там, да, на ускорении. И вам это ничего не стоит. А для меня это будет хорошая поддержка. Я вам искренне буду благодарен, если вдруг такое происходит. Бывает такое. И напоминаю, что у кого премиум аккаунт, вам вообще про рекламу думать не нужно. Вот там все по-своему происходит, там все окей. И всем спасибо за то, что слышите меня и поддерживаете. А теперь врываемся в рубрику добра. Погнали! Ребята, мы с вами тут много всяких историй видели, но такого мы еще не видели. Значит, исследователи зафиксировали уникальный случай. У берегов Исландии косатка, за которой наблюдают уже более 10 лет, теперь плавает с детенышем дельфина. Представляете, малыш плывет за спиной приемной мамы. Она защищает, соответственно, его и так далее. В общем, она не могла никак стать мамой. И вот сейчас каким-то образом она усыновила дельфина, косатка и дельфин вместе. Она полностью над ним взяла опеку, материнство и так далее. Друзья, вы когда-нибудь такое видели вообще? Природа вообще не перестает меня удивлять в хорошем смысле слова. Еще одна у нас новая прекрасная история. На этот раз снова хвостики и пушистые вместе. Значит, вот этот питбуль, он настолько любвеобильный, он настолько ласковый. Всегда и всех встречает и друзей, и хозяев и так далее. И вот в какой-то момент хозяева решили спасти вот этих двух замечательных пушистых котиков. Забрали их из приюта. И питбуль сразу же был для них няней, хорошим другом. Принял их в семью. И теперь вот такая вот дружная компания живет. И людям спасибо, и животным за то, что делает нас лучше. Снос поврежденного здания приостановили на несколько часов, а все из-за кошки. Работники заметили в развалинах дома кошку и принялись ее ловить. Испуганная, хвостатая, пушистая. Все время убегала, поэтому потребовалось множество попыток, чтобы поймать ее. Но все-таки ее поймали. Когда спасательная операция завершилась, кошку осмотрели ветеринары, а затем ее вернули владельцу. Вот такая хорошая история. Природа полна чудес, и я об этом говорил неоднократно. И вот, пожалуйста, на данном фото, тому доказательство. Близнецов, оленят, альбиносов удалось сфотографировать на камеру. Фотоловушки, как всегда, работают. Фото было сделано буквально недавно. Фотограф говорит, что впервые увидел удивительное семейство еще в августе. И вот совсем недавно ему удалось снова их встретить и сфотографировать. Вот такие вот альбиносы, олени, близнецы. Пожарные спасли жизнь кошечке, которая надышалась дымом. Все это происходило во время пожара. Она так надышалась дымом, но тем не менее ее пожарные вытащили, откачали, передали ветеринарам. С ней все в порядке, с ней все замечательно. Она со своей семьей в полном здравии. А все благодаря людям неравнодушным, которые бросили все свои силы для того, чтобы спасти еще одну пушистую душу. Ну и на последнее к вам еще немного милоты. Значит, медведи в зоопарке вышли из спячки. Первый выход из берлоги после продолжительного сна. Вот, пожалуйста, попался он на камеру. 22-летние, 17-летние медведицы были безумно очень рады оказаться на улице. Так еще и снег добавил повода для игры. Ну вот, собственно, посмотрите, как это все выглядит. Мило и прекрасно. В спячке они пробовали более трех месяцев. Вышли, а тут снег, зима. Ну и давай дурачиться и играть. Обожаю за этим наблюдать. Животные, игры, это лучшее, что только может быть. На этой прекрасной позитивной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск. Я надеюсь, что он вам понравился. Напоминаю, что мы с вами все здесь люди. И это прекрасно. Давайте ими оставаться всегда. Мирного неба над головой. Берегите себя, пожалуйста, друзья. Дополняйте себя только лучшим. Не ведитесь на провокации. Отдыхайте всегда. Пусть будет все хорошо у каждого из вас. До завтра. Пока-пока.